Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот этот вот конденсаторный микрофончик от фирмы T-Bone. И вы скажете, у тебя же вроде на канале ранее уже появлялся этот микрофон. Но это, скорее всего, заметят только алды моего канала, поскольку выпускал я этот ролик практически год обратно. И качество у этого ролика было ну так себе. И, скажем так, рассказал не обо всем. И да, поскольку недавно на моем канале появлялся обзор на микрофон от T-Bone SC450, то я решил сделать подобный обзор и на вот этот вот SC400. Что особенного в этом микрофоне? Так это то, что в нем есть 1-дюймовая позолоченная капсула размером 1 дюйм. Такая же, как и в SC450. SC450 вносил микрофону от Behringer B1. Поэтому качество звука будет зависеть только от внутренних транзисторов, этого микрофона. И да, долго затягивать не будем. Как всегда, по традиции мы начнем с вами с распаковки. Приступим. Вот, собственно, коробочка. Мы ее уже вскрыли. И внутри у нас нестандартная комплектация микрофона. Собственно, бумага. Бумага. И еще раз бумага. Так. И вот такой вот странный пакетик. Да. Дело в том, что я заказал микрофон с без тока. Собственно, упаковки у нас оригинальной нет. Все, что осталось от оригинальной упаковки, это вот этот вот пакетик. Да. И мы взглянем на комплектацию этого микрофона. Что бы шло в оригинальной коробке. В оригинальной коробке у нас была бы сумочка, документация. Что только надо. И паук. Вот такой. В этот раз не расхлябанный. Как это было с прошлым T-bone. У нас был, да. И переходник с большой резьбы на маленькую. С пантографа на журавлик. В плане, да. В этот раз он действительно стабильный. Не так, как в прошлый раз. Мне поступил микрофон от T-bone SC450. Это у нас SC400, напоминаю. Это более дешевая версия. Скажем так, более младший собрат. Так. Это у нас кардиоидная направленность. Сама диаграмма направленности. И также характеристики. Кому интересно, поставьте на паузу. Можете посмотреть все. Может быть, где-нибудь ошибусь. Далее в обзоре. И можете сравнить с этой документацией. Если вам будет интересно. Так. И в этой же сумочке у нас наш конденсаторный микрофон от фирмы T-bone. Так. Вот такая вот сумочка у нас. Да. Вот так вот он выглядит. Напоминаю, он у меня уже когда-то уже... Ой, да. Он был уже похезаный немного. Угу. Буду думать на самом деле. Но качество звучания вы услышите. В дальнейшем сейчас я пишу на Behringer динамический микрофон. Дабы продемонстрировать вам разницу звучания микрофонов. И еще покажу одну штуку. Так. Это снова тут написано. С золотой мембраной у нас микрофон внутри конденсаторный. С большой. Наглядно видно, что мембрана 1 дюйм. Такая же, как и у SC450. Единственное, чем они будут отличаться, это внутренней начинкой. То есть железом. То есть так. Раскрутим. И собственно покажу вам. Железо наше. Внутри у нас также есть кнопочка, которая отвечает за low-cut. Да, это такая скрытая функция. О ней нужно знать. Low-cut можно срезать таким образом. Да, но для этого нужно будет разбирать предварительно. Разобрать этот микрофон. А на SC450 этот переключатель вынесен наружу. По плате тут плата скорее всего меньше. Конденсаторов тут меньше напаяно. А сама собственно сам конденсаторная капсуль такой же как и у SC450. И такой же в принципе как и у Behringer B1. Можно сказать равнозначный. Не такой же, но равнозначный. Вот такой вот микрофончик. Решил перезаписать этот обзор. Да, вот так вот он будет выглядеть с пауком. Кстати, ничего так. Много места не занимает и кушать не просит. Вот так вот все это будет выглядеть. Вот такой вот микрофончик. Зачитаю вам характеристики этого микрофона. Как я уже ранее говорил, он обладает 1-дюймовой капсулой, а именно позолоченной 1-дюймовой капсулой и размер U1-дюйм. Направленность суперкардиоида, то есть если я буду говорить так, меня уже будет плохо слышно. То есть говорить нужно напрямую в мембран. Частотный диапазон этого микрофона от 20 до 20 тысяч герц. Сопротивление этого микрофона 120 Ом. Требует, как и все любые конденсаторные микрофоны, фантомное питание и в данном случае по стандарту 48 вольт. В комплекте, как вы уже ранее могли заметить, идет вот такая вот сумочка. Он весит 351 грамм, паук 200 грамм. То есть вместе это все полкило. T-Bone SC400 это по факту младший брат микрофона SC450, который ранее у меня был в обзоре. Если что, заглядывай либо в описание, либо в аннотацию. Посмотри обзор этого микрофона. Сделаю примерно похоже. Дам он немножечко побольше такой и больше по дизайну и по размерам больше он подходит к Behringer B1. B1, конечно, чуть побольше, а этот он вообще маленький, но при этом мембрана у него такая же. Он, собственно, меньше и, соответственно, также дешевле предыдущего микрофона. Поэтому и младший брат. У него меньше функций, у него нет никаких органов управления, в отличие от старшего брата у него минус 10 дБ и срез низких частот. Но у этого микрофона тоже есть срез низких частот, но при этом его нужно заранее раскрутить. То есть в момент записи вы это сделать не сможете, его надо снять с полка, раскрутить и внутри на плате есть кнопочка, нажимая на которую вы можете срезать низкие частоты. В отличие от своего старшего брата он выпускается только в XLR варианте. Если вы хотите USB вариант, то это будет SC420, но он не будет похож на него, он будет совершенно другой микрофон, там будет комплектная стойка, полный комплект, целый кейс там и стоить он будет чуть дороже, чем этот микрофон, но при этом будет являться USB микрофоном. То есть к чему это я веду? Чтобы пользоваться этим микрофоном вам нужна хотя бы вот такая вот аудиокарта начального класса с фантомным питанием 48 вольт. В данный момент мы пишемся на Focusrite, Focusrite Scarlett соло третьего поколения. SC450 он XLR вариант и USB вариант. USB вариант всегда немножечко дороже. Что мне больше всего понравилось это то, что в отличие от всех ценовых конкурентов этого микрофона у них урезанная капсула, чаще всего это электретная капсула, а у этого повторюсь в очередной раз дюймовая позолоченная капсула. Это вам не хухры-мухры, это скажем так другой ценовой класс, даже если брать бюджетный микрофон с одной дюймовой капсулой, то начинается это от 79 евро. А этот микрофончик в моем случае, поскольку это бисток, обошелся мне в 45. Так же как и стоил Marantz. То есть можете сравнить, вот будет аннотация и загляни в описание, там будет тоже ссылка на обзор этого микрофона и можешь в принципе сравнить звук Marantz. У Marantz конечно комплектация чуть погуще чем у этого микрофона, но зато этот микрофон с моей точки зрения, да и в принципе по характеристикам он гораздо качественнее. То есть этот микрофон действительно можно назвать цена и качество, поскольку я пока еще не встречал ни одного микрофона, даже взять микрофон от аудиотехники AT2020, который приближается больше уже другой планки к 100 долларам у него если я правильно помню размер капсулы 16 мм и звучит он на мой взгляд даже хуже чем этот вот малыш. О звучании перейдем к тестам этого микрофона. Вот в таком вот положении у меня подбородком этот микрофон будет звучать вот так без поп-фильтра. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так гейн у нас 55%. Трудно представить что будет при гейне в 100% поскольку даже сейчас я слышу что происходит у меня внутри так что имейте ввиду если у вас плохо оборудовано помещение как у меня и слышны различные шумы позаботьтесь либо о шумоподавлении либо покупайте динамический микрофон и на расстоянии вытянутой руки при гейне 60% этот микрофон будет звучать вот так 100% гейн 70% и вернули в наше начальное положение оденем ветрозащиту кстати что очень прикольно подходит ветрозащита от вот таких вот вокальных микрофонов это не копейки в отличие от стандартного вот такого вот поп-фильтра и проверим этот микрофон собственно на пэшке без ветрозащиты этот микрофон будет звучать вот так петька петька не принес мне папиросы но если у вас нет ветрозащиты то можете пэшки свои говорить вот так или же опустить этот микрофон на уровень подбородка и тогда этот микрофон будет звучать вот таким вот образом как это было изначально и с ветрозащиты это будет примерно вот так даже через ветрозащиту петька принеси папиросы пожалуйста это все будет проскакивать петька принеси папиросы пожалуйста петька принеси папиросы, пожалуйста. То есть, если вы собираетесь говорить в этот микрофон вплотную, то лучше всего использовать стандартный поп-фильтр, а не ветрозащиту. Но если же вы будете использовать этот микрофон примерно вот таким вот образом, то ветрозащита такого вот плана вас может спасти, если вы будете говорить не прям в него, поскольку эта ветрозащита вас тогда не спасет. И да, с боковой стороны этого микрофона этот микрофон будет звучать вот так. С задней стороны микрофона этот микрофон будет звучать вот так. Поскольку это кардиоидная направленность. Этот микрофон записывает звуки, я его покручу, записывает звуки, записывает звуки немножечко иначе. Если вы будете лапать этот микрофон, он будет звучать вот так, вот таким вот образом. Проверим, как же этот микрофон может записать музыкальный инструмент. Проверим на вот такой вот укулеле, на которую тоже будет обзор скоро, не пугайтесь, это укулель целиком из пластика. Походная укулель от Ваттерман, но не об этом сегодня. Вот и помер дед Максим, да и хрена остался с ним. Положили его в гроб, хрен уперся в потолок. Он здоровенный, был мужик, он на хрену вертел шашлык в хреном грядки. Он копал хреном грядки, поливал соседку тетю Зину через корзину. А соседу, дядю Гришу, хреном кинул через крышу. А в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших перебили. А дед ширинку расстегнул, и хрен над речкой протянул. Наши по хрену пошли, наши наших пронесли. А за ним немцы спят стали на хрен наступать. Дед лупой колыхнул, немцев в реку окунул. А те, кто плавал по воде, он бил по голове. А после боя генерал ему целовал. Едет поезд на войну, в нем сидят одни хрены. Мучитель, я святой, я святой. Вот такой вот, собственно, микрофончик у нас сегодня на обзоре был. Да, не обращайте на эту песенку. Единственное, что я знаю, на, укулеле с головы. Собственно, да, если у вас ограничен бюджетный, вы хотите взять что-то качественное, то этот микрофон вам, в принципе, подойдет. Ну, а если вы ищете USB-вариант, то я вам могу порекомендовать тот же T-Bone, только T-Bone 420. Там целый комплект. И, да, ну, единственный минус, что он не на Type-C. Ну, и, да, капсула там тоже будет не дюймовая. Собственно, все. Все, что я хотел рассказать про этот микрофон, я вам рассказал. Если что-то не упомянул, как всегда по традиции, напиши это в комментарии. Ну, не забудь заодно поставить лайк, ну, и подписаться, если ты почему-то до сих пор этого не сделал. Ну, а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.